всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами пройдемся по вот этим клавишам я расскажу что и где у нас находится и дальше будет видно чем мы будем с вами дальше заниматься так здесь инструкция в принципе вы можете все это прочесть сами если вы купите его но давайте я наверное прочту и далее может быть что-то попробуем что-то сделаем также я узнала уэсби для чего это для флешки почему-то я сразу не заметила там нарисованы в инструкции так и давайте начнем клавиш тут конечно же много но они все нужные лишнего здесь ничего нету так назначить динамики это первый почему-то первым поставили динамики хотя должны были поставить кнопку включения так вот она кнопка включения у нас это 2 3 предыдущий трек в mp3 плеере уменьшение громкости mp3 плеера так 3 вот то есть тут написано mp3 плеер и три кнопки когда я посмотрела и подумал блин тут четыре раза написано 3 кнопки до каждой я так буду нет это просто название эти кнопки mp3 плеера и пошло значит а вот это предыдущий трек то есть допустим вы сыграли на пианино да и хотите послушать а что же мне было до этого какой трек нажимаете предыдущий трек следующий трек и воспроизведение пауза принципе все понятно так 6 6 кнопку у нас sustain 6 то есть мы его нажимаем включаем тра-та-та играем нажимаем она выключается двойным нажатием включили выключили та же самая вибрато седьмая кнопка ой а вот sustain а тут вибрато тут это инструкция наоборот да вибрато то есть включили отключили sustain отключили включили вернее включили отключили короче поняли восьмой у нас регулятор громкости инструментом восьмой вот пожалуйста тут мы с вами изначально первую часть кто смотрел я сразу убавила потому что чтобы не мешать соседям значит минус плюс самого инструмента девятая регуляторы громкости а компонентом тут принципе тоже все подписано регулятор громкости и 10 регуляторы уровня темпа темп здесь просто тем тоже регулятор минус плюс плюс минус одиннадцатый у нас жк дисплей вот он а сам внутри дисплей он у нас сам дисплей он на английском но вот тут я смотрю вот оно есть на русском что-то отклеивается короче меня там но это же у нас выброс магазин так 12 12 цифровые функции кнопок вот они эти кнопки как раз с этой стороны мы нажимаем чтобы выбрать тембры какие находятся но здесь тоже выбрать то есть 123 можно нажимать 0 также есть и плюс минус то есть если у вас по очереди они по очередности вы можете просто плюсик нажимать если какая-то понравилась вы можете минус нажать все просто метроном у нас 13 это вот она здесь я думаю на тоже также включить выключить там так 14 14 она значит с этой стороны режим выбора тембра да вот она считается режим выбора тембра то есть наверно там как-то там упирается короче 15 режим выбора ритма 15 соседняя кнопочка режим двойной клавиатуры вот он двойная клавиатура то есть видим клавиатура разделяется я так понимаю и получается как два звука друг на дружке не знаю и короче так понимаю не знаю пока 16 17 режим перкуссии вот она кнопочка так 18 опять возвращаемся на эту сторону как-то немножечко клавиатуры вернее не столько все сделано как-то не так то есть тут сначала вот они идут и это название кнопка это название кнопку потом вот это название а потом только это почему мы не сделать сразу так полностью а потом дальше поехали или сделал сначала структуру для этой части потом для этой части не знаю кто там составляла о чем он там думал ладно поехали 17 да у нас 17 прошли 18 старт стоп 18 то есть я так понимаю здесь вы записываете свою мелодию вы там ее по тренировались мы играли на играли на играли придумали свою мелодию да нажимаете старт и поехали тра-та-та-та-та-та-та-та вы играете играете потом нажимаете сюда же стоп хоп она сохраняется сохраняется она либо на мусби флешку либо на карту памяти что вам удобно вставить вот там я тоже потом про них расскажу поэтому много инструкции своей может быть посмотрим так 19 режим синхронизации 19 вот она здесь режим синхронизации 20 режим одиночной аппликатуры аккорд 20 режим стандартный то есть там была одиночная здесь режим стандартная аппликатуры здесь тоже вот она все подписано режим заполнения 22 вот она тембр аккорд 24 регуляторы транспорнирование 24 вот они тут тоже прописано транспорнирование минус плюс почему-то с минус обычно плюс минус а здесь минус плюс как другому тоже так кнопки клавиатуры перкуссии 25 вот они наши перкуссия тут тоже барабан ручайте барабан 2 хлопанье тарелка еще барабан и еще тарелка не знаю короче вот у меня разбираешь ну что то такое давайте кстати попробуем так а то есть это вот даже как вы нажимаете на нее и есть я думала нажатие тут уже кстати она когда включаете и заново звук прибавляется то есть нужно убавляется то есть вы включаете свой синтезатор заново убавляется звук потому что он не не сохраняется почему-то и то есть вы играете играете да потом нажимаете хлопанье в ладоши так что такое пять шесть семь не знаю что то не чувствую что здесь что-то прибавляется продолжительность не значит ничего не замечаю может звук вот такой же здесь вообще не слышно если тут хоть что-то есть то тут как будто часть конфетки развернули так это вот у нас разобрались поехали дальше с этим я так и не поняла кто знает в комментариях напишите так 26 запись 26 вот так то есть тут у нас получается запись компетри плееру который относится здесь у нас и так понимаю запись и вообще запись а тут наверно в принципе то есть вы тара-та-та собрались играть нажимаете запись тут нажимаете стоп и прослушать получается так наверное не знаю буду все это разбираться с этим и посмотрим что будет у нас конце будет ли еще один ролик или нет 27 программирование ритма 27 вот у нас про программирование ритма 28 воспроизведение это может быть даже наверное вот как раз с этим вот связано тембрами вернее ритмами вот то есть играет мелодия скорее всего нажимаете параллельно запись и к этой мелодии проигрываете или после этой мелодии проигрываете короче как-то так двадцать девятая демо где у нас двадцать девятый вот она демо начальный курс обучения 30 у нас да вот он начнем курс обучения нажимается и начинается там учиться полный курс обучения 31 вот он то есть даже синтезатор вам вас будет учить играть на самом себе это интересно наверное так тридцать второе клавиши для аккордов тридцать второе так а вот считается вот они клавиши для аккордов для какой интересной середины короче вот это вот тридцать третье клавиши для проигрыша мелодий тогда ну и разъем разъем мы с вами уже смотрели так так и давайте также с вами посмотрим выбор тембра и ритма у нас получается вот эта часть здесь у нас верхний получается звук минус плюс громкость аккомпанементом так сейчас мы с вами выберем какой-нибудь у нас просто пианино да нулевой какой-то там акустический рояль у нас да а то есть тут выбираешь и сразу тут выходит полностью что не знаю я не ощущаю какой-то особенный звук может быть на некоторых мелодиях не на давайте попробуем темп тут нижний а это вот он как раз 123 122 121 наверно у нас был да не знаю не меняется особо вернем назад 121 ладно видимо не знаю это наверно на определенных потому что сейчас вспоминаю обзор смотрела мальчика какого-то и должен что-то сменил в настройках и был не очень хорошо не очень красивый звук такой звук был так ну ладно поехали дальше так эти части мы с вами прослушали так воспроизведение ритма сейчас пока что еще не ставим на какую карту памяти вот и флешку поэтому я не думаю что там все очень сложно я думаю там легко так что у нас тут а вибрато вибрато у нас получается вот она вибрато нажимаем а вот она загорелась вибрато ну да как такая как вибрация что-то такое нажимаешь такое что-то волнистое как каком-то начал какого-то фильма можно что-то такое сыграть и так же мы ее отключаем хотя что-то похоже вот так sustain следующий у нас так запомним мне кажется прям что-то похоже стало может быть я уже тут накрутила что-нибудь по-моему мне кажется он был немножко другой ну-ка тут если отключить а ну да вот если отключаешь то все сбрасывается обратно так мы также уменьшаем громкость может быть даже хорошо что она не сохраняется а ну вот все то есть все сбросилось мы выключили включили все сбросилось и просто обыкновенная что у нас там было а рояль мне кажется он опять другой стороны до этого какой-то другой совсем был видимо как раз вот этот 120 у меня было 121 у нас было это боже-боже-боже-боже-боже тут разбираться надо ну пусть по-моему вот это было а нет не так вот это вот может это ну это что-то такое было ладно так выключаем так выключаем любопытство включаем вибрато выключилась сама его здесь нету все опять ушел на свои места также опять мы убавляем и проверяем мы с вами sustain интересно что же это будет нажимаем здесь написано sustain вот она появилась рядом с ними не знаю видно вам или нет пробуем пробуем выключаем мне кажется вообще ничего не поменялось может быть это более для каких-то других звуков видимо это надо прям досконально слишком очень хорошо разбираться ладно поехали дальше двойная клавиатура это вот она у нас нажимаем вот она здесь появилась двойная клавиатура пробуем да в принципе как я и думала то есть если вы ее вот мы отключаем то есть мы отключаем здесь получается просто у вас одна клавиатура мы отключаем здесь получается как два пианино два пианино одновременно вы будете играть у вас будет два звука да на одном пианино вы будете играть у вас будет один звук ну в принципе ну да как я и думала так метроном вот у нас метроном так же он включается отключается давайте попробуем пробуем так вот он метроном а здесь вот он мигает да слушайте то есть нажимая на него здесь какое-то происходит тиканье сначала на одну кнопочку потом нажимаете снова в надежде что выключится он нажимает начинает звенеть два раза давайте заново попробуем то есть четыре раза только одна получается один звук один и второй то есть второй раз нажимаете третий раз нажимаете один два три звука четвертый раз нажимаете четыре звука короче как то так и старайтесь в этот ритм попасть начинаете тоже вместе с ней играть ну что интересно да и тут кстати тоже показаны эти палочки ударные я уже слышу как у меня соседи опять засуетились а ну вот тут получается выбор тембра то есть вот они у нас тембра выбор что-то ничего не меняется особо ну в принципе мы здесь больше выбираем не знаю что-то ничего не меняется выбор ритма здесь пожалуйста ритмы тоже тишина ничего не меняется и перкуссия ага тут сменилось rs написано а то есть вот она нажала перкуссия здесь получается у нас три английских слова тона так сейчас мы поищем да которые означают тембра ритм и демо мелодии то есть у меня была тембра первая сейчас у нас ритм то есть я вот нажала перкуссия и у нас выбился ритм сейчас мы с вами по клавишам их пройдем такой как стучащий такой как стучащий ну вот он а еще ну вот он а еще вот он и вот он и вот он здесь есть тарелка, вот она. Такие вот у нас есть, это у нас с вами был ритм, теперь мы поставим сейчас демо, возьмем сюда же. Я заново нажал, у меня вышла та же ритм, но какой-то другой. То же самое. А, то есть, подожди, получается офф. Я его выключила, что ли? Получается, я его выключила просто, и, да, оно, наверное, просто выключилось. Выключаем все это, сбрасываем в изобразие. Убавляем. То есть, демо тут, получается, уже это ближе вот это вот все, ближе вот к этим вот ритмам, именно, которые мелодия сама проигрывает. Так, ну вот она, наша инструкция. DNDEC 610. Инструкция по эксплуатации. Правила техники безопасности. Ну там, я думаю, самые обычные они. Можете нажать стоп и прочитать. Спецификация. Так, здесь 61 клавиша, клавиша полноразмерная, количество демо, мелодия 50, тембров 200, ритмов 200, системное обучение 2, MP3 плеер, USB, micro CD, контроль звука, сустейн, вибрато, метроном, внешние разъемы для подключения, адаптер питания, наушники. Питание 800 матч. Так, мощность 3 ватта на 2, плюс каждый. Габариты 910 на 320 и 105. Это, наверное, 91 сантиметр на 32 сантиметра и, наверное, у нее ширина 10 сантиметров. Да, он довольно длинный такой. Так, вес 4900, почти 5 килограмм. Так, гарантийный срок 2 года, фронтальная панель, что где находится, ну там я еще рассказываю все это, все это показываю. Вот, ну давайте я вам покажу. Кому интересно, ну так же, да, нажмете стоп. Так, здесь вот это дисплей ЖК. Я думаю, вам видно. Чуть-чуть пониже так сделаем. Вот она ЖК-дисплей. Все, тут я тоже все это показываю в ролике отдельно. Так. Адаптер питания. Тут. Так. Ну, не видно. Наушники, значит, куда втыкаются. Микрофон. Ну, микрофон, понятно. Поэтому, я думаю, невозможно. В принципе, мне кажется, ничего страшного, если у вас уже другое место. Так, тут тоже вот что-то рассказывается. Подключение к усилителю, даже можно. Или акустической системе. Ммм. Через пхоны, айфоны, пхоны, пхоны, пхоны. То есть, где наушники подключаются, там же подключаете. Этот. Да, кстати, можно будет попробовать, чтобы было погромче. Чтобы был звук. Кстати, да. Чтобы звук был более качественный. Можно даже сам буфером подключить и сыграть. Прям вообще классно. Вот. Например, это где-нибудь выступают на улицах. Вот. То есть, как-то так, да. И вставить в колонки. Даже так можно. Вот. Вообще, это классно. Так. Основные операции. Встроенные mp3 player. Вот здесь вот, да. Я, кстати, об этом дальше там говорила. Карта памяти можно до 32 гигабайт. Не больше. Но она просто не примет больше. Так. Флешка. Флешка. Флешка и карта памяти должны быть FAT 16 или FAT 32. Я как раз купила вот USB. На 16 гигабайт. Она подходит. И вот я думаю FAT. Что же такое FAT? Ой, тут вообще все на английском написано. Я думала тут прочитать. Windows 10. Так. Короче, надо поизучать, видимо. Ну, я думаю, что она должна будет подойти. Либо, наверное, тут вот мелкий текст нужно будет поискать. Потому что, ну, блин, что-то я подобие FAT. Ну, самое главное ему знать, что до 32 гигабайт. Потому что в интернет-магазине ни в одном это не написано. То есть, ну, человек будет покупать, да. И захочет купить сразу новую карту памяти. Как захотела сделать я. Купить сразу на 64 гигабайта. Думаю, супер, сейчас куплю. А потом подумала, а вдруг не подойдет. Подожду. Думаю, хотя бы в инструкции посмотреть. Вот, для вас это будет очень ценная информация. Так, ставьте MP3. Так, MP3 плеер автоматически начнет воспроизведение файлов. Так, ну, и все тут такое. Так, даже USB показывают флешку. Куда вставлять ее? Ну, я думаю, что ты не промахнешься точно. Микро-CD. Она вставляется сюда. А, ну, хотя, да. Если, может быть, человек подумает, что она не сюда, вот сюда. И ее тыкнет, да. В принципе, может такое быть. Ладно, я понимаю, что можно перепутать микрофонные наушники. То есть, у них похожие, да. Это еще можно перепутать. Реально можно. А здесь, я думаю, посложнее. Ну, ладно. Здесь сразу написано, что стоит нажимать. Плюс там, вернее, это стоп и так далее. Так, функция MP3 плеера. MP3 плеер. Так, флешки. Ну, это я все тоже показываю, рассказываю там. Если это увидите. Громкость. Ну, громкость, это значит, все-таки это относится к MP3 плееру, потому что мы с вами нажимали, она не реагирует. А именно у MP3 плеера громкость отдельная. А у самого синтезатора, когда вы играете, тоже отдельная. Свои кнопки. То есть, по громкости две разные кнопки. Вот так. Выбор тембров. Тара-та-та. Так, здесь функции транспонирования. Так, плюс-минус мне ничего не дало. Мы с вами это тоже впереди все попробуем. Вернее, я попробовала, уже записала. Ну, вам опять, конечно, ничего не видно. Так, воспроизведение ритма. Ладно, не будем затягивать. Давайте. Если вам что-то непонятно, вы напишите мне в комментариях. Функция вибрато. Вот она, вибрато. Так, так, так. Двойная клавиатура. То есть, это две клавиатуры. Как бы целая клавиатура разделяется на две. И вы как бы играете, у вас получается два звука. Тут, который у вас получается, и тут, который получается. И они вместе. Ну, получается такой, как будто ребен... Как два ребенка стараются. Как играют в четыре руки или два синтезатора. Прикольно. Так. Метроном. Регулировка уровня темпа. Все это. Так. Режим синхронизации. Режим заполнения. Это плюс-минус. Ну, это мы с вами будем отдельно проходить. Все. Это будет у нас в третьей части. Всякие. Как записать мелодию. Как ее прослушать. Как ее на компьютере выслушать. Там все-все-все. Это будет аккорд ба. Касса. Тембр. Аккорд. Так. Тут, вот видите, да, вообще тут очень много интересного. Все это мы с вами будем проходить. Значит, организация. Тра-та-та-та. Срок гарантии два года. Дата производства январь 19-й год. Срок службы три года. И все. В принципе, вот такая вот. Все. И пойдемте с вами дальше его смотреть. Изучать. Вот. Обязательно пишите мне в комментариях все. Если вам что-то вот здесь непонятно, сейчас возьмите и напишите в комментарии. Потому что потом вы забудете. Пускай будет от вас от одного человека даже пять, десять, пятнадцать, двадцать комментариев. Я пойму. Я прочту. Не бойтесь. Пишите больше комментарии. Не ждите там. Вот там написал я одно слово. Там сделаю запятую. Опять я что-то не понял. Дальше написал. Пишите. Отправляйте этот комментарий. Я увижу, что от вас там пятьдесят комментариев. Мне будет приятно. Даже если они будут по одному слову. Пишите. И смотрим дальше. Так. Я постригла ногти. Их у меня нету. Мы нажимаем просто подушечками пальцев. Конечно, ощущение совершенно другое. Пишите. Пишите. Игра. 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 Ну, короче, как-то так. Ну, короче, там был у нас 194-й. То есть, вот он, этот короткий. 14-й у нас был. Это у нас оркестровые колокола. Оркестровые колокола. А, ну ладно, это то, что я искала. А, ну, 18-й, да, рок-орган. Мы уже проходили. То есть, сейчас по громкости это уже 2. Причём получается то, что я когда убавляю, 2 раза нажимаю, и чёрточка здесь пропадает. То есть, когда 2 раза нажимаешь. То есть, получается либо 2, либо 4. Чего-то там. Короче, не знаю. Короче, он громкий. Я знаю, что он очень громкий. Я сейчас не буду включать на всю, потому что у нас, ну, как я говорила, уже вечер. Люди хотят отдохнуть уже просто. Ну, короче, вы смотрите, как-то так получается. Руки ещё не привыкли. К нему как-то вот левая рука, она как-то соскальзывает с кнопок. Более слабая, чем правая. Правая, как-то, конечно, удобнее играть. В любом случае, чем чаще играть, тем быстрее привыкнете к светозатору, к этим клавишам. Ну, в любом случае, мне понравился. Вот. Тут вот я смотрю некоторые перед кнопками большие щели. Особенно вот здесь вот и левая рука у меня, конечно, падает. Хотя здесь тоже такие же. Короче, если я сделала двойную клавиатуру, это получается вообще нечто, что-то непонятное такое. Что-то нереальное. Это уже когда вы научитесь прямо играть, хорошо, вы можете двойную клавиатуру использовать. Смотрите, я мимо них. Что-то такое, короче, ладно. Не буду вас долго задерживать. Я думаю, что в следующей, третьей части, к тому времени я уже попривыкну немножечко к нему, и у меня уже что-то получится, какие-то мелодии более длинные, потому что вот просто вот это, они коротенькие. Ладно, все. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот, что вы хотите увидеть в третьей части. Обязательно напишите комментарии. Я буду очень рада. Большое спасибо, что вы все меня смотрите. Ставите лайки, подписывайтесь, комментируйте. Вот. Очень вам благодарна. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania. Субтитры сделал DimaTorzok